Недолго. Поздравляю, сегодня первый подиум у вас в биатлоне. Какие ощущения от этого? Ощущения очень классные. Очень довольна, очень рада. Давно уже, в принципе, ждала эту медаль. Поэтому очень рада. А как оцените свой прогресс в стрельбе? Довольна тем, как он складывается? Да, очень довольна. Очень быстро у меня все складывается. Надеюсь, дальше будет так же. Как прошел сбор в Сочи? Чувствуете, что форма сейчас стала лучше, чем в декабре? Сбор прошел хорошо. Очень хорошо потренировались. То есть форма пока не самая лучшая, не самое лучшее в самочувствии, но уже намного позитивнее, чем в декабре. Насколько вот горные тренировки у Михаила Викторовича отличаются от того, что вы делали с лыжными тренерами? В принципе, ничем особо не отличается. В горах сначала делали просто ровную работу, потом ровно силовую, а потом включили уже очень много скоростных работ, чтобы разогнаться. Но в то же время не перебрать. Муж успел поздравить как-то? Да, конечно. Что сказал? Сказал, что я молодец. Сегодня вся ваша команда практически оккупировала цветочную церемонию. Видите в этом закономерность? Ну, это должно уже было когда-то произойти. Мы же тоже много тренировались и наконец-то получилось реализовать. Летом не удалось в Раубичах у вас позоревноваться из-за болезни. Сейчас как оцените эту трассу? Ну, я оценила ее еще успела в сентябре. Но скажу, что мне показалось, что на роллерной трассе потяжелее, чем на снегу. Погода сегодня такая теплая, больше европейская. Вам в каких условиях комфортнее бегать? Как сейчас или как было в Сибири в декабре? Нет, однозначно, как сейчас. Я не очень люблю холод, но приходится все равно подстраиваться, бегать и в холод. Но мне больше по душе такая погода. Эта медаль убедилась, что не зря пришла в пиатлон? Ну, да, я это давно поняла, что не зря. Просто нужно было время, чтобы показать себя. Следите за успехами в пиатлоне своей бывшей лыжной коллеги Анны Марии Лампи. Честно, не очень слежу. Ну, у нее было пятое место на Кубке мира. Как думаете, есть у нее перспективы? Я думаю, да. Но для меня немножко было неожиданностью. То, что она была спринтершей в лыжных гонках и то, что она показывает такие скорости на дистанции, для меня это было шоком. Но кто как натренировался, тот так и бежит. Ну, многие спринтеры успешно переходят в пианлон. Вы в том числе. Как вы считаете, вот спринтерская специфика под пиатлон и формат гона, где недлинные круги, подходит? Ну, да, я думаю, мне после того, как, в принципе, я в лыжах бежала больше спринты, нужно время, чтобы перестроиться на дистанцию именно. Плюс еще с оружием. Буду стараться. Стревы такой не было. Ну, почему она на нуле стреляла? Стреляла нуле. Это не первый раз. Уверенность, наверное, может быть, немножко лучше форма, немножко лучше взаимодействие стало. Вот, как бы, вот эти такие мелочи потихонечку собираются. И это позволяет лучше проявлять себя как в лыжной, так и в стрелковой части. Сегодня после горного сбора подопечные Михаила Шашилова очень хорошо выступили. Завтра от своих ребят ждете чего-то подобного? Нет, 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 нет. Кухлина тоже после горного сбора была. Ну, мы ждем от ребят всегда хороших результатов. Среди Шашилов сказал, иди-ка сюда, что там, ну, такую шутку, что-то предъявлял, что это было? Ну, предъявлял, да. Мы договорились с ним пойти купаться вчера вечером. А прорубь, да, отключение. Ну, я подзагулял с друзьями, встретился, и поздно уже, и не позвонил им. Пришлось ему одному. В прорубь, ну, не в прорубь, здесь в реке купался, конечно. Вообще, вот Лариса, она пораньше закончила горный сбор, насколько у нее продуктивна вот эта работа была? Ну, сегодня хороший последний круг был. Думаю, что продуктивна. А раньше у нее были с этим проблемы? Вот вы видели, за счет чего можно это решить? Ну, в горы одна из возможностей улучшить аэробную составляющую и, соответственно, результат. Она говорит, что также супруг помогает, личный тренер. Вы с ним контактируете? Насколько у вас хорошее взаимопонимание? Ну, у нас нормальное взаимопонимание. Проблем нет. Поздравляю с первым подиумом в сезоне. Какие ощущения? На Кубке Содружества я уже на летнем биатлоне была в призах. И сейчас я знала то, что у меня есть все шансы попасть в топ-6 на пьедестал. И у меня был сегодня акцент на стрельбу. Знала то, что у меня со стрельбой должно получиться все, что я наработала. Вот. И поэтому ветер сегодня позволял делать ноль. Поэтому я очень счастлива, что получилось именно так. Две Шевченко на подиуме не было никогда. Как от этого ощущения? Ну, это непередаваемые эмоции. Я очень рада за Наташу. Наверное, даже больше рада за нее, чем за себя. Потому что это ее первый пьедестал на таком уровне. И вообще первый пьедестал в личной гонке в биатлоне. Я очень счастлива за нее. И я очень рада, что мы стоим вместе рядом. Вам нравится здесь трасса или просто состояние хорошее попадает под старты? Ну, мы спустились с гор. Но я не думаю, что горы сильно повлияли на мое самочувствие. Будем смотреть дальше. Но все равно из гонки в гонку надо показывать лучший результат. В Рязани было не лучшее состояние? Сейчас все пришло в норму? Ну, в Рязани, перед Рязани я переболела. И поэтому там... Не знаю, как получилось там, так получилось. Михаил Викторович, какие задачи основные ставил на этот горный сбор в Сочи? Как я уже говорила, на международном уровне очень много соревнований в средней горе и высокой горе. А в России мы чаще всего бегаем на равнине. И поэтому будем надеяться, что когда-то нас допустят в Европу. И поэтому, чтобы быть уже готовым. Поэтому мы после Раубича поедем снова в горы. Будем проводить там двухнедельный сбор. Некоторые биатлонисты хотели пробежать лыжный чемпионат России. Вот у вас есть такие мысли там выступить? Ну, я знаю, что у меня есть Рускод. Когда-то в 2014-м я бежала там в Россию по маленьким. Но я не задумывалась об этом. Пока хватает биатлонных стартов. Также Елена Вялька говорила о том, что хочет провести какие-то совместные шоу-гонки биатлонистов-лыжников. Вы бы хотели в таком поучасток? Ну, это было бы очень интересно и очень увлекательно. Потому что много азарта и сравнения биатлона-лыжи. Если бы можно было выбрать себе партнера из лыжников для эстафеты, вы бы с кем побежали? Большунов, Истюгов? Кто? Именно из мужского пола? Да. Ну, я знаю много лыжников. Мне нравятся и Саня Терентьев, и Мальцев, и Червоткин Алексей. Поэтому я знаю, что они все сильные ребята и все могут выступить хорошо. Я очень хорошо к ним отношусь, поэтому мне было бы без разницы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!